Добрый вечер всем. В эфире программа «Правда-24». Мы ее ведущие Бенедолеев и я, Лаила Истрожемская. И сегодня у нас в гостях, я бы сказала, человек-легенда. Николай Соскоридзе. Здравствуйте, Николай. Это я, это я легенда, это я. Да, это все вы, потому что по сей день никто повторить не может то, что вы делаете. И хорошо, пусть долго не повторяют. Мне нравится это положение вещей. Как легенда справилась с карантином. Шикарно, шикарно. Лучшее время в моей жизни. Я так много дома не сидел никогда. Я, в принципе, домосед. И я никогда не хочу не выходить из дому. Я люблю ничего не делать, потому я кайфовал по-настоящему. То есть то, что вы трудоголик, это миф, который создан журналистами? Нет, почему миф? Просто я, когда надо, я и работаю. Но если не надо, я никогда не буду работать. Вам же говорил Миша Цивин, что я, что все должны были умирать, а я мог тихо смотреть на всех и так, ну, пусть умирает. Но вы ведь что-то делали, наверное, общались со своими? Нет, я общался, я каждый день вел урок. Каждый день? Да, по Зуму. Потому что так получилось, что мои ученики, они оказались в разных странах. Потому что, ну, как бы у меня в этом году класса нет, я вообще не должен был это делать. Это просто мой гифт. Я до сих пор этим занимаюсь, потому что театры закрыты. И один ученик в Америке, другой в Англии, третий, ну, и те, кто в России, они тоже в разных городах. И вот мы в какой-то час созванивались, и сейчас созваниваемся в 6.30 вечера. И вот мы занимались все это время. Но, слава богу, что у меня большой опыт заниматься вот так онлайн. Потому что у меня некоторые ученики, которые уходят в театр, они, к сожалению, попадают к очень плохим педагогам. И постоянно, каждый вечер мне приходится с ними как-то общаться. Они мне присылают видео, я им объясняю. И это происходило уже не один год, как бы так происходит. Потому как бы я был подготовлен к карантину. Но что стало ужасно, что на самом деле первый месяц было хорошо, а потом пошли совещания. И получается иногда с утра до вечера ты занят, тут интервью. Там все стали вести какие-то блоги. Весь ужас, что я тоже стал инстаграмным человеком. Меня убедили, что надо выйти в инстаграм. В общем, в итоге иногда были дни, когда я был занят больше, чем в обычное время. Я наговаривался так сильно, что я уставал. А как можно заниматься балетом онлайн? Это же так сильно надо чувствовать человеку. Ну, в принципе, если вы хотите просто сохранить такую минимальную форму, так скажем. Потому что все-таки для балета очень важно пространство. И очень важно, чтобы можно было дыхание нарабатывать, прыгать надо. К сожалению, это мало у кого можно. Но я даже пошутил, что я, наверное, напишу книгу о том, как сохранять форму в таких экстремальных условиях. Потому что очень многие мои ученики оказались в стесненных условиях квартиры. И получается, что вот такое пространство два на два. Это никуда не... Тут шкаф, тут кровать, тут стена. И мне приходилось придумывать какие-то упражнения, которые я обычно в классе никогда не задавал. И мне бы не пришло это в голову. Для того, чтобы сохранить... Ну, как бы мышечный аппарат работал настолько много, чтобы когда они потом вернулись бы в зал, они бы сохранили там прыжок, сохранили бы циркуляцию крови определенное количество. Потому что это все очень важно. А вот ностальгия есть, кстати, у вас? Никакой. Серьезно? То есть не хочется даже? Нет. Но это же азарт, когда тебя любят, наверное. Меня и так любят. Рукоплещут. Ну вот, вы знаете, да, что мальчик нескромный. Мальчик, знающий себе цену. Так скажем, да. Да, да. Нет, мальчик, вовремя понявший себе цену и понявший, где эта актуальна цена. Вы понимаете, в чем дело? Одно дело, когда вы вот так все время ходите и упиваете сам от себя, ну, конечно, это сумасшествие. Ну, а когда вы понимаете, что в своей профессии вы все равно самый-самый-самый-самый, но эта профессия в определенных условиях, в определенном здании, при определенных, ну, каких-то таких стечениях обстоятельства. А дальше, вот когда эти обстоятельства заканчиваются, ты просто человек, тогда нормально, тогда крыша сохраняется. Но просто когда заходит речь о балете, конечно, о театре, тут I'm sorry, надо всем отодвинуться. Я все равно сделаю так, как надо, и вот, а остальное, ну, я, с меня корона не падает, я и в метро проеду, и в очереди постою. Ну, когда вы были последний раз в метро? В метро был зимой, когда очередной раз перекрывали город, ну, я ехал в центр, а как вы в центр попадете без метро? Ну, как это выглядело? Ой, чудно, тихо спустились, у меня пенсионное удостоверение, я с большим удовольствием, я кайфую, когда я его прикладываю, хоть где-то я им пользуюсь, потому как бы я очень-очень-очень это люблю. Нет, ну, а тема автографов там, вопросов. Ну, подходит, люди иногда фотографируются, иногда автограф берут, ну, какая разница? Это же, с одной стороны, приятно, просто, с другой стороны, иногда неудобно, когда ты спешишь, и, ну, надо человеку ответить там или что-то. Вот, когда вы сказали, ты спешишь, я сразу по простой ассоциации вспомнил ситуацию с Михаилом Олеговичем Ефремовым. Вы же выступили достаточно энергично в поддержку Миши. Вы знаете, я выступил не в поддержку, вот я, мне это не нравится, слово поддержка или не поддержка, я просто выступил как человек, который пережил колоссальную травлю, необоснованную, недоказанную, но травлю заказанную, которая длилась не один год, и она все там накатом шла, у этой травли были заказчики, имена их известны и так далее. Я просто знаю, что такое, когда ты, ну, хорошо, что у меня, понимаете, я человек не пьющий, в чем ошибка всех моих врагов? Я не пью, не колюсь, не употребляю ничего запрещенного, потому я в состоянии был в один прекрасный день просто выключить телевизор навсегда, не смотреть определенные сайты, да, чтобы ничего не узнать и не подходить никогда к газетам. Я, знаете, как страус, я вот так закрылся, голову опустил, все, я не хотел это видеть. Дело в том, что то, что началось с Мишей, понимаете, это травля. Я не оправдываю ни одну секунду его, мало того, как человек, безумно уважающий его как артиста и любящий, я видел очень много сцен, когда его невозможно было удержать. Я много раз присутствовал за столом, когда мы ему все говорили, Миш, ну не надо, Миш, ну не надо. И говорили все. Просто, понимаете, есть уровень, когда вы не можете уже говорить дальше. И так как я обожал всю его родню, не говоря о его гениальном папе, но я был знаком с его дедушкой Борисом Александровичем Покровским и очень хорошо знаком с его мамой, фантастической актрисой. Вы знаете, просто я подумал, как бы разорвалось ее сердце. Я просто сказал, люди, пожалуйста, правосудие должно быть. Я полностью на вашей стороне. Давайте просто дадим шанс правосудию состояться. Не надо добавлять. Уже и так понятно. Потом, зная Мишу и общаясь с ним неоднократно, я понимаю, насколько, когда он пришел в себя, он столкнулся с реальностью, как ему было плохо. Потому что я тогда на программе говорил, да, я был ни при чем абсолютно. Я спал очень крепко. Мне абсолютно было все равно, что пишут и говорят, потому что я знал 100%. Я не то, что не виноват, а я просто жертва. И так и получилось. Тот человек, который заказывал, он получился посмешищем по сей день, а жертвой вышел я, хотя обвиняли меня во всем. А тут-то, тут, к сожалению, он виноват. Понимаете? Ужас в том, что Миша виноват. И я не разделяю, когда человек, знаете, вот человек споткнулся, я его все должен пинать, топтать. Я это не понимаю. Это никак не связано ваше отношение к этой ситуации с тем, что была лет 10 назад аналогичная ситуация с Родзинским, которого вы называете своим кумиром, если верить Википедии. Вы знаете, дело в том, что я вот про Родзинского как раз узнал на удивление в момент, когда с Мишей это произошло. Дело в том, что я очень тяжело пережил, когда в аварию попала Марина Голуб. А чуть позже такая же трагедия произошла с Юрой Степановым. Я с Юрой был, ну, только здравствуйте, до свидания, но я дружу со всем этим коллективом. И я знаю, какая трагедия была в коллективе. Вот. А вот когда не стало Марины, это коснулось меня. Каким образом? Ну, я с Мариной дружил очень. И я с ней накануне виделся. Не в этот день, а за сутки, по-моему. И я помню, как мы все требовали действительно, чтобы правосудие состоялось, потому что погибла абсолютно невинная женщина. И здесь я прекрасно понимаю... Понимаете, в чем дело еще? Я человек телевизионный, так же, как и вы. Я много лет имею отношение к... Я не журналист. Но я понимаю... Вы чуть ведущим взгляда не стали, я же помню. Нет, я стал. Ну, я имею в виду таким постоянно. Но я знаю, как вот это все делается. Я понимаю, как работает эта машина. Потому, когда я вижу родственников в дни, ну, как бы такие очень скорбные для них, которые приходят на телевидение... Ну, это ладно, ничего в этом опасного или плохого нету, я не осуждаю. Но которые говорят такую вещь, что мы беспокоимся о маме, которой очень много лет, которой мы не сказали, что произошло. В этот момент показывают, как она дает интервью. К ней пускают журналистов. Что это, типа, мы простые жители деревни, но все даем интервью. Если вы так беспокойтесь действительно о женщине, у которой колоссальная трагедия. Она потеряла сына. То зачем вы пускаете к ней журналистов? Неужели вы думаете, что у нее что... Она не в себе, что ли, что она не понимает, что если он простой был человек, вдруг у нее берут интервью из-за его, как они говорят, что... Вот они сказали, что у него сердечный приступ. Ну, где здесь логика и где здесь правда? Я только призвал всех не полисать на костях. И я родственникам сказал, вам уже повезло. У вас один из лучших адвокатов в этом мире, который, в принципе, не очень любит проигрывать. Или, в принципе, вообще этого не делает. Потому, пожалуйста, успокойтесь. Они кричали, а кто нас пожалеет? Я говорю, слушайте, у вас бесплатно адвокат согласился ввести ваше дело. Куда вас еще больше пожалеть? Понимаете, потому вот здесь есть какие-то вещи. И опять, да, я очень уважаю Мишу и преклоняюсь переводить. Он фантастический артист. Но я его не оправдываю. К сожалению, он очень сильно виноват. И здесь нельзя простить. Мне кажется, что, прежде всего, Миша себя не простит. Потому что одно дело, когда вы знаете, когда вы ломаете машину или витрину, ну, а когда происходит такое, ну... Кагедия. Это ужасно. Раз уж мы заговорили про адвокатов и про все эти истории, вы следили за процессом по поводу седьмой студии? Да, я следил, конечно. Как вы считаете, справедливый приговор? Вы знаете, у меня очень сложное к этому отношение, потому что, ну, я очень люблю Аллу Юрьевну Шполянскую. Для меня это очень близкий человек. Это мама Юры Итина. И я Юру знаю много лет. А Алла Юрьевна просто мой родной человек, вот так скажем. И потому как бы для меня все, что там происходило, меня это очень затрагивало сильно. Второй момент. Я всех остальных тоже, конечно, естественно, знаю. Я за этим всем следил. Мне очень... И так как я знаю, как работает система, и так как я прекрасно понимаю, что они наделали, я прекрасно понимаю Министерство культуры, которое не отзывало свой иск. Мало того, я знаю некоторые подробности, которые, может быть, не обнародуют, но не хотят, чтобы это было известно. К сожалению, там много, что правда, что нехорошая правда. В материалах обвинения. Да, к сожалению. Но то, что из этого сделали такой хайп. И потом еще такой момент. Просто я опять-таки вернусь к травле меня. Когда на защиту встают такие люди, которые вставали, ну вот типа Гетьмана, Урина, Ревякина и так далее, которые травили меня, я могу вам сказать моментально, я знаю точно, что эти люди, когда встают на защиту, это банда, простите. Сильно. Это банда. Это сильно. Я могу просто... Можно открыть интернет и посмотреть, что эти люди говорили и комментировали, когда просто травили невинного человека. Мало того, хочу напомнить, господа, что когда вот там было разное, меня по разным пунктам травили, один из тех был, когда меня незаконно пытались уволить. Мало того, меня же как бы мне выговоры объявляли за свободу слов. Один, по-моему, только. За публикацию в газете. Три. Три. Не за публикацию, за интервью. За интервью в газете. За интервью. Три. Я только об одном выговоре знал. Один за другим мне три давали. И это нарушение было всех существующих законов, конституции, свободы слова. Ни одна сволочь. Ни одна. Нет. Ксения Ларина, Венедиктов, Соловьев. Люди абсолютно разные. Познер, Максим Галкин, что удивительно для меня было, потому что Максим вообще никак к этому... Он просто высказался, сказал, люди, что с вами, да? Караулов и так далее. Люди из разных лагерей вдруг. Остальные никто. И обвинителями меня были та же Ревякина, Гетьман, который был тогда замдиректором Большого театра, Урин и так далее. Потому когда эти люди дают положительные оценки, я могу вам сказать, что у меня это вызывает только омерзение. Как написала Фаин Георгий Нараневская в своем завещании, что умерла от омерзения. Вот такие у меня просто отры. Потому что я знаю эту систему, я знаю, на чем эти люди зарабатывают, как они себя ведут. И ни для кого в театральном бизнесе. Вообще ни для кого. Не секрет. Как вы это пережили вообще? Я пережила... Лейла, вы знаете, вот сейчас я на это оглядываясь, понимаю, как это было страшно. Тогда у меня очень часто так бывает, когда вот просто ты зажимаешься и никак не реагируешь. У меня зимой произошла очень такая... Вдруг ни с того ни с сего произошла аллергия. Очень сильная. И меня даже госпитализировали, потому что не могли определить, что происходит, на что аллергия. И в конце концов, ну как бы достаточно быстро поняли, что это нейродермит. Просто сказали, что это годами накопленный стресс, который просто организм выбросил. Понимаете, вот видимо такие вещи. Хорошо, что это вылилось не в инсульт, не в инфаркт, а вот в такую вещь. Когда ты являешься объектом травли огромной массы людей, а это все я вам говорю... Причем, что нельзя было включить телевизор, нельзя было подойти к газете, ни к одной. Я боялся уже утюг включить, потому что оттуда я слышал только свое имя. Причем, что ни одного обвинения не было. Вообще, ну вот как бы факта. Было только все время, что вот причастен, вот причастен, вот причастен. Создавали мнение. И в итоге они создали только одно, что я стал жертвой. Понимаете? Вот это, конечно, удивительная вещь. И я благодарен всем. Ну и последний человек, который вообще это все разрешил и закончил, это Владимир Владимирович Путин, которому я безгранично благодарен, потому что на фоне всего этого, когда вдруг он со мной заговорил, и он слышал, что мне предлагали стать ректором и так далее. У меня было так... Потому что мне было это, с одной стороны, приятно, потому что вокруг неслось что-то несусветное. Помнил ваше заявление по поводу того, что началось в Америке, я имею в виду цензура, унесенных ветром. Вы считаете, это какие-то временные игры или это какая-то такая тенденция? Вы знаете, почему я знаю, что это не временное? Когда я был еще пионером, было такое время, я как раз переехал из Тбилисского училища в Московское. Перевелся. И начался Карабах. Еще был Советский Союз. И я как житель Кавказа, который непосредственно видел это все, а в детстве я говорил очень хорошо на армянском языке. Ну, ваш отчим. Да, и неплохо понимал азербайджанский. Я вдруг, ну, как бы, я понимал, что там происходит. Я понимал, что это конфликт не на два дня, не на три дня. И вдруг произошел спитак. Вот это землетрясение. А у нас были постоянно политинформации. Нам на этой политинформации стали говорить, что вот такая трагедия, и она остановит вот этот вот конфликт. На что я тогда, юный пионер, просто сказал, вы знаете, там гораздо глубиннее этот, он уходит много веков, как бы, это не остановится. На меня стали все ругаться тогда. Ну, что и потом произошло, на самом деле, и по сей день. К сожалению, это очень такая точка опасная. И дай бог, чтобы там никогда не вспыхивали никакие конфликты. Главное, чтобы не было жертв. Вот у меня всегда это. Но, видя вот это, и наблюдая много лет жителей Америки в разных частях этой страны, в разных штатах взаимоотношения, могу вам сказать, что это не закончится никогда. Это никогда не закончится. Мало того, вот эта тенденция, когда люди стали преклонять колено, и когда вот я увидел, что Папа Римский преклонил колени, целовал ноги, вы знаете, это очень опасная игра, к сожалению. Я как раз за то, чтобы люди признавали свою ошибку и извинились. Но когда это переходит, знаете, когда сильно переворачиваются весы, это очень опасно. Эту тенденцию никогда не остановить, к сожалению. И не дай бог, чтобы это дошло до нашей страны. Потому что у нас... Может дойти, вы считаете, все-таки у нас? Ну, конечно. Ну, а что вы думаете? Харрасмент потихонечку у нас... Доходит, да. У нас начинается. И я вам хочу сказать, не дай бог, если рот откроет хоть одна актриса или одна балерина, или один танцовщик, или один артист. Мне кажется, это просто не подхватит, потому что открывали рот, но это не подхватывает. Поверьте, еще год, еще не вечер. Еще год, и это заполыхает. Это заполыхает. Это заполыхает. Другое дело. Если, так как я юрист, я вот считаю, что... Ну, я же закончил все-таки мюа, я... Вообще, это просто сенсация. Да. С каридзе юрист. Хорошо, ладно. А как вы думаете, я стал ректором, потому что я танцевал хорошо? Нет, я еще учился. У меня два высших образования. Я думаю, что вы стали ректором, потому что с каридзе это бренд. С одной стороны бренд, но с каридзе не идет, в отличие от своих коллег, он пошел учиться. С каридзе заучился еще. И неплохо, кстати. Так. Вот, я все-таки с красным дипломом защитил. Так, ты скорее за юрист. Да. Я просто вам хочу сказать, что если не будут приняты нормы, что любое обвинение, если не подкреплено доказательной базой, видео, там, я не знаю, фотографии, то это всего лишь наговор. Тогда это будет как-то останавливаемо. А если будет так, как в Америке, когда может просто любой человек сказать, он ко мне приставал, и все. Это будет катастрофа. Это наши современные реалии. Особенно в нашей стране. Раз мы уже на телевидении с вами, я напомню вам стишок советского периода, когда еще вы работали прекрасно во взгляде, когда это все начиналось. Не поспишь ты на диване, не увидят на экране. Было такое? Было. Простите, но, посмотрите, если все откроют рот, эти все люди, которые через диван прошли, а их прошел легион. Потому вот этот, особенно, ну, конечно, здесь, я в московском комсомольце это прочитал, так как я имею к этой этнической группе отношения, я имею право это рассказать. Я очень смеялся и навсегда это запомнил. Значит, моего, как бы представителя моей нации арестовали, ну, документы про... И посадили в обезьянник. Там сидело два афроамериканца. И в какой-то момент полицейский подошел и сказал, ну, ты черножопый, выходи. На что афроамериканцы повернулись к нему и сказали, это вас. Понимаете? Это было написано в московском комсомольце, наверное, там лет 20 или 20. Вот, к чему я это рассказываю? Понимаете, эта страна очень многоконфессиональная и очень многонациональная. Не дай бог это загорится. Не дай бог. Я просто видел этот ад, когда начиналась война в Абхазии, когда это только начиналось. Это еще был... Вот Советский Союз, вот ему оставалось жить там чуть-чуть. И как это... Что происходило на улице? Как было страшно, я помню, что мы с мамой отдыхали, это был дом кинематографистов, знаменитый, в Пицунде, когда вдруг пришли, сказали, сегодня ночью будут резать грузин. И мы с мамой, еще там были наши друзья, мы все нашим номером закрыли, мы этот шкаф двигали к двери, значит, закрывали окна, на готове там были швабры, еще бог знает что, чтобы отбиваться. отбиваться. Это очень опасно на самом деле. Если бы я это в детстве не прошел, вот так, по касательной хотя бы, нас очень сильно охраняли, там этот дом отдыха, но все равно это было все очень неприятно. Не дай бог, кому он любит это. Вы считаете, что в перспективе между Россией и Грузией могут... Нет. ...отношения не восстановятся уже? Нет. Я считаю, что нет. К сожалению, никогда. А когда вы последний раз были? В октябре был. Это были гастроли? Нет, я просто поехал домой, я хотел навестить могилы, у меня образовалось три дня выходных, там как-то очень удачно сложилось, что были выходные с какими-то праздниками. У нас же сейчас 7 ноября подвинули куда-то, а я живу старым календарем. И вдруг оказалось, мне говорят, ой, а у тебя-то, ты можешь не приходить столько-то дней, там совпало как-то. Я говорю, ой, как хорошо. И мне так... Я поехал. И очень рад, что побывал, потому что очень красиво и вкусно. Вы упоминали о выговоре, который получили за интервью. Я надеюсь, что за эту беседу никто выговор не получит. Огромное вам спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.